Актриса и моя любимая соведущая и журналист сегодня у нас в гостях. Регина, ты тоже попала на эту программу по приглашению продюсера Ивана Дивидова и уже сразу отличилась на передаче тем, что предвидела будущее Игоря Сорина, солиста группы Иванушки Интернешнл. Давайте посмотрим фрагмент того эфира. Вы как самый, по-моему, такой с тонкой душевной организацией человек, более всего подвержены каким-то стрессом и гармоничным состоянием. Вы никогда не думали, что в перспективе вообще у вас не шоу-бизнес, не ваша группа, не какая-то еще, может быть, сольная деятельность, а монастырь? Да нет, что вы на самом деле. Я очень люблю ребят. В целом, да, они видят, что какие-то со мной изменения происходят такие интересные. И я буду биться до последней капли крови, чтобы все в нашем коллективе было гармонично. Как ты тогда вот услышала и почувствовала его, что у него что-то происходит в его жизни? Я вообще тонко чувствую людей, иначе бы я потом не стала, не поменяла бы профессию, не закончила бы ГИТИС и не играла бы женщин. А это надо играть суть человека, ее видеть. Я просто это видела. Я видела вот это психологическое состояние. На самом деле тогда, когда я сказала про монастырь, я смягчила вопрос. Я видела чуть-чуть иное. Это никакие не пророчества, это просто психофизика человека. И это было заметно. Просто тогда эта программа, после которой Игорь Матвиенко очень был недоволен тем, как вел себя Игорь на этой программе. И, возможно, это она стала одной из причин ухода Игоря. Это случилось. И то, что случилось потом, впоследствии, по-моему, прошло почти год или чуть меньше. Меньше. Для меня это было очевидно.